Как вы можете объяснить такие низкие темпы строительства? Мы объявили конкурс на 185 школ, по итогам которого всего было определено 118 подрядчиков. Почему? Потому что на разницу не были готовы земельные участки, их исключили из списка школ, то есть соптимизировали, сказали, что эта школа не нужна. И за счет этого у нас сами, это первая причина, конкурсная процедура затянулась до октября месяца. И самое обидное, что в течение вот этих вот с января по мая и июнь месяц у нас денег нет. У нас на 2024 год предусмотрено 813 миллиардов. А где они? Нет. Они предусмотрены бюджетом, но мы их еще не получили. Это стандартная ситуация в целом для государства, когда первые 3-4 месяца года, это месяца затишья, когда ни одной копейки строительные компании не получают. Из-за этого потом в результате по завершению проекта вырастают чеки, необходимо пересматривать проект на смертную документацию и так далее. У нас проект комфортной школы в 2022 году задумка была, да, там цены примерно определили, но при этом стартанули их там по факту. В конце 2023 уже цены поменялись на материалы, и это необходимо было предусматривать в изначальной стоимости. То есть должны закладываться лимиты, должны закладываться какие-то коэффициенты, которые стоимость объективную дадут, скорректируют. А теперь получается так, что строители там бьются с экспертизы, пытаются пройти экспертизу по ценам еще того прошлого периода.